Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Господин, сегодня у нас расстройство из-за лекарств либо из-за избыточного применения человечеством, либо человеком либо для ребенка, для растущего организма лекарственных препаратов которые являются губительными ну, много ума не надо, сейчас пойдите к любому то есть в любое медицинское учреждение, я извиняюсь зайдите к любому врачу, вам выпишут, как говорят, полотенце лекарств либо тех или иных препаратов и человек, извините за прямоту, любой человек хочет стать здоровым он будет употреблять эти препараты которые могут вызвать паркисонизм, тремор, это дрожание, тики, хорею непроизвольное сокращение мышечного каркаса либо наших отдельных групп мышц, я так скажу почему? потому что сейчас мы откоснемся, здесь мы говорим о печени излишняя болтовня может вызваться ну и конечно же всеразличные психические нарушения которые перечислить невозможно невозможно печень здесь играет второстепенную роль как ни странно это звучит почему? потому что когда мы употребляем лекарственные препараты всасывают их поджелудочные железа а мы знаем, что печень это сынок поджелудочные железы мама нашего всего организма это поджелудочные потому весь химический потенциал, который вы употребляете сразу нарушает функцию поджелудочной железы потом нарушает функцию печени а печень это химическая лаборатория либо, как один сказал, очень грамотный, мудрый человек, лекарь это таблица Менделеева понятно? там вся таблица Менделеева находится в печени вот представьте себе что мы безалаберно, безответственно добавляем в эту таблицу Менделеева еще новые препараты, которые должны содержать допустим 0,003 грамма а он уже содержит 0,1 грамм конечно же идет переизбыток химии к чему он приведет? первое всего это отравление нашего всего организма на физическом уровне потому здесь мы возвращаемся оставляем акупунктуру сейчас в стороне и говорим, сначала нужно чистить организм поджелудочный восстанавливать восстанавливать печень и чистить, чистить организм от этой химии вот смотрите, нужны клизмы кто-то скажет, как клизма почистит печень? ну ведь печень ведает всеми кишечниками а клизма что? вымывать будет все то, что заселено кишечниками и кишечники имеют связь с печенью вот самый простой способ почистить человека на физическом уровне понятно? восстановить поджелудочный это голод это здоровая еда это легкая еда сразу мы вам говорим понятно, да? вот поджелудочный автоматически восстанавливает печень печень автоматически восстанавливает кишечники кишечники начинают что? очищаться и выводить весь хлам от этой, извините меня наружу все, вот, пожалуйста но этим нужно заниматься а на энергетическом уровне точка F13 Жан-Мень может похвастаться что может помочь восстанавливать не сразу восстановить подчеркиваю а восстанавливать печень которая что? страдает из-за избытка лекарственных препаратов данная точка сразу мы говорим тонизируется активизируется чтобы пришла новая энергетика эта энергетика начала вытеснять вот эту грубую, которую мы породили лекарственными препаратами но для разумности всегда проводится диагностика 12 меридианов и, конечно же, восстанавливаются все 12 меридианов в норме спасибо за внимание это обстоятельства и, конечно же, в последнем и, конечно же, это все в порядке я беру в порядке